Всем привет! Как повлиять на человека, на отношения с человеком, на расстоянии, силы своего намерения? Как сделать это экологично? Для начала важно осознать, признать и принять такой факт, что истинное намерение всегда познается по факту и по результату. Очень многим людям это может быть сложно осознать, признать и принять, но без этого конструктивно, эффективно двинуться дальше не получится. Сейчас я приведу пример, станет понятно. Сначала немножко отвлеченный бытовой пример, с которым большинство людей в жизни точно встречались. Когда в каких-то бытовых ситуациях мужчина случайно ударяет жену. Ну, случайно ударяет, например, он готовит ей завтрак, делает что-то хорошее, она как-то проходит мимо, он может быть там в наушниках, еще какой-то контекст или его ребенок зовет. И он так поворачивается и ударяет жену локтем. Больно, у него синяк остается. Случайно как бы ударил локтем, хотя готовил там завтрак для жены. Или случайно наступил на ногу, там как-то задом шел, пятился, что-то делал, наступил на ногу. Или задел коробкой, или еще, или там пролил на платье что-то. Случайно. Осознайте, что намерение истинное, подсознательное познается по факту. И если мы имеем дело с тем, что мужчина даже случайно ударил женщину или там разлил что-то на нее. Или женщина-мужчина, это в обе стороны одинаково работает. Значит, что на подсознательном уровне был и есть какой-то заряд, какая-то программа, которая вмешивается в осознанное намерение. И на подсознательном уровне, значит, у этого мужчины была какая-то агрессия на жену, которая, скорее всего, была вытеснена, которую он не сказал, это было как-то не компенсировано. И он таким образом случайно ударяет локтем жену. Или ребенка, то есть, в общем-то, это распространяется на любых людей, на любые ситуации. Сейчас мы это перенесем на ситуацию влияния на человека на расстоянии. То есть, здесь очень важно вот это понять, признать и принять. Очень многим людям тяжело признать, что если я случайно ударил ребенка или наступил ему на ногу, или мужа, или жену, или еще кого-то, то это не случайно. И подсознательное мое намерение было это сделать. Но осознанно у нас могли быть супер благие намерения. Понимаете? Мы могли, наоборот, готовить праздничный ужин-сюрприз там жене или жена-мужу. И случайно что-то там сделать такое. Из-за чего, помимо праздничного ужина, другой человек получает ущерб какой-то. И это никогда не происходит случайно. Это значит, что на уровне подсознания есть какое-то параллельное намерение, разрушительное. И вот когда мы можем научиться это видеть и признавать, тогда мы можем использовать силу своего намерения для конструктивного, экологичного влияния на взаимоотношения с другим человеком на расстоянии. И для этого нам сначала нужно исходить из того, что то, какая ситуация на данный момент, то есть то, какие у нас сейчас на данный момент с этим человеком взаимоотношения, как он проявляется ко мне или не проявляется, вне зависимости от того, вы мужчина или женщина, это результат моего истинного намерения, чтобы так было. То есть сознательно вы можете думать одно, но у вас есть еще что-то на уровне подсознания. И вот чтобы начать этим управлять, сначала нужно признать, что то, что я имею по факту, это мое истинное намерение. И если мое сознательное намерение другое, то есть мне осознанно кажется, что я хочу другого, ну и вы действительно это не кажется, вы осознанно можете хотеть другого. Но то, что вы имеете, не совпадает с этим. Это значит, что подсознательно вы хотите вот этого. Ну, вы имеете суммирующую силу осознанного и подсознательного намерения, но намерение подсознательное здесь будет доминировать. Итак, когда вы это приняли, дальше важно четко сформулировать свое намерение. То есть, каким конкретно образом вы хотите повлиять на ваше взаимоотношение с этим человеком. Может быть, вы хотите развивать с ним отношения. Может быть, вы хотите стать его женой или ее мужем. Или иметь какие-то другие взаимоотношения. То есть, вам нужно достаточно четко и ясно это сформулировать. И иногда для того, чтобы это сформулировать, нужно вообще самому понять, как я хочу. Потому что пока это четко не обозначено, ничего не сработает. Вы будете, скажем так, жертвенный кораблик на воле волн Вселенной. Всегда не получать то, что вы хотите, потому что вы даже не знаете то, что вы хотите. Поэтому нужно определить, что вы хотите и сформулировать это четко и ясно. Сформулировать это сначала через «я хочу», а потом представить это. Не нужно крутить там большие слайды в данном случае. Потому что я где-то записывал видео про нарушение свободы воли и так далее. Поэтому в данном случае просто вы высказываете это намерение. Вы представляете себе это. И дальше вы говорите такую вещь. И признаете ее, и принимаете. Что то, что я хочу, и то, что я вот увидела, пусть это будет реализовано только в том случае, если это будет во благо мне и другому человеку. Только в этом случае. Если это мой человек, и то, что я хочу с ним, это будет во благо нам обоим. То есть вы это формулируете, высказываете. Далее. Еще один очень важный момент, который тоже не все люди понимают. Что намерение – это готовность иметь то, что вы, назовем это, намереваете. И намерение предполагает действие. То есть нет действия, нет намерений. Если вы намерены пойти открыть дверь, выйти из комнаты, пойти поесть, то вы делаете это. Даже если вам, допустим, тяжело по каким-то причинам, может быть, опустим. То есть в любом случае у вас есть намерение важно начать действовать из той точки, где вы находитесь, так, как вы можете. Исходя из тех ресурсов, которые вы имеете, исходя из того состояния, которое вы имеете, вам важно начать действовать. И в зависимости от вашего намерения, это действия могут быть абсолютно разные. То есть вы можете сделать какую-то практику, дополнительную технику на этого человека, о которых я тоже в каких-то видео рассказываю. Вы можете написать этому человеку элементарно. И в зависимости от вашего намерения, соответствующее и написать. Или позвонить, поговорить, договориться о встрече. Лайкнуть его фотографии. То есть необходимо какие-то действия в зависимости от вашего намерения. И эти действия могут быть направлены вот прям очень близко на этого человека, либо эти действия также могут быть направлены, например, на наполнение себя. Опять-таки это зависит от вашей конкретной ситуации и от вашего конкретного намерения. То есть может быть действие, которое будет сместить фокус на вас, и вы начнете наполнять себя. И все. И таким образом вы запускаете механизм того, чтобы ваше намерение было реализовано, если это будет во благо вам и другому человеку, если это ваш человек. При этом намерение может не сработать, если это не ваш человек. В этом случае необходимо перенаправить свое намерение на другого человека. Или создать новое намерение, чтобы вы притянули в свою жизнь своего человека. Или чтобы вы распознали, кто свой человек, а кто не свой человек. С кем вы можете реализовать то, что вы хотите. Это первый аспект. Второй аспект. Намерение может не сработать, если то, как вы его сформулировали, и то, как вы его видите, это не принесет благо вам и другому человеку. Но это не значит, что, допустим, у вас вообще невозможные взаимоотношения. Иногда необходимо просто более корректно, по-другому сформулировать намерение, и оно тогда будет реализовано. Если возможно реализовать так, чтобы это было во благо вам и другому человеку. Но смысл в том, что вы человеческим умом можете не понимать, во благо это будет или нет. Поэтому вы можете думать, что это будет не во благо, потому что там одно, второе, третье, пятое, десятое. Но высшую истину, как это можно назвать, видит божественное сознание, творец, или как это видит ваши души, оно может быть совсем по-другому. Иногда то, что нам кажется сознательно, что это будет не во благо, оно на высшем духовном уровне будет во благо. Поэтому лучше всего просто добавьте, выскажите вот это дополнительное намерение, чтобы это было во благо. Все. Не задумываясь о том, как это на уровне простого бытового понимания. И третий нюанс, когда это может не сработать, даже если первые два пункта удовлетворяют, третий момент, если у вас есть какие-то подсознательные, негативные программы установки убеждения, которые конфликтуют, противоречат вашему намерению. То есть может быть человек ваш, может быть, оно может быть реализовано во благо, но у вас у самих есть какие-то блокирующие установки, это на самом деле очень часто так происходит, очень часто так и есть, которые препятствуют реализации этого намерения. В этом случае необходимо в этих установках разобраться и при желании их изменить. И тогда вы сможете создать желаемое взаимоотношение с желаемым человеком. Кто хочет индивидуально вместе со мной разобраться в своей ситуации, приглашаю на онлайн-консультации и в индивидуальную работу. Узнать подробности записаться можно внизу в описании под этим видео. Также, кто хочет разобраться и применить это все самостоятельно, я создал трансформационный видеокурс. Ссылка на него есть также в описании под этим видео. Желаю вам всем счастья, любви, света и, естественно, счастливых, прекрасных взаимоотношений. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok